Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Сегодня я рассказывала на этой, на Анжеле гигант, как подвязывать томаты. И здесь же сейчас отвечу на вопрос, как правильно удалять нижние листья. Поскольку, когда начинать удалять, многих это интересует, особенно тех, кто только начинает ухаживать за томатами, может быть даже первый год. Вот смотрите, я уже говорила, сейчас расскажу еще раз, потому что многие добавились позже. При высадке в грунт мы уже сразу удаляем 2-3 листа. Вот здесь видите вот эти вот колышки, пенючки, из которых пасынок вылез. Здесь у меня вот лист уже был удаленный. 2 или 3 пасынки сейчас удалю. Теперь, когда я пришла подвязывать, когда вот уже кисть первая зацветает, я пришла делать подвязку. Сразу, во время этой процедуры, чтобы я не пришла делать, я обычно подхожу раз в неделю, раз в 10 дней к каждой помидорке. Чтобы я не пришла делать, обязательно 2-3 листа старых я удаляю. Вот я начала подвязывать, так как кисть уже зацветает. Я сделала петельку, сейчас я привяжу. И при этом, видите, вот свежие срезы. Вот они. 2 нижних листа я еще удалила. Потому что эти листья, сейчас я покажу, вот удалила я вот эти листья. Эти листья были верхними, когда у нас были заморозки. Они даже, вот видите, поврежденные, пожелтевшие. Они уже отслужили, они уже никакой роли для растения не играют. Именно их сейчас я и удаляю по 2 листика, по 2, по 3. Больше не надо, потому что сразу резкое уменьшение листовых пластин может нарушить водный баланс растения. Как оно именно, ну вы понимаете, было столько листьев, раз половину листьев убрали. Нет, 2-3 листа безболезненно. Оставляем вот такие пеньки, они потом засохнут и отвалятся. Во время каждого подхода к растению сразу удаляю и вот эти листья старые, и вот эти вот пасынки, которые лишние. Потому что пасынки у высокорослых крупноплодных томатов лезут из каждой вот такой пазухи листовой. Вот, вот эти два листика удалила, ну можно даже вот этот третий. Все, я сейчас привяжу ее и больше неделю или 10 дней я могу к ней не подходить. Потому что даже если пасынки вот здесь выше появятся, они будут крошечные, они неделю растут. Все, вот так вот удаляем постепенно листики. Вот видите, он какой был старый ненужный лист. Зачем он нужен растению? Я его удалила. Я его удалила и когда я через 10 дней приду, эта кисть будет свести, новые листья нарастут, а вот этот лист, который я сейчас не удалила, он уже будет старый и возможно даже пожелтевший. Когда я буду делать следующую подвязку, я удалю вот этот и вот этот лист. Так постепенно выше, выше, выше мы будем двигаться. Когда завязывается первая кисть, когда там будут плоды, то весь ствол до первой кисти, все вот эти листья, которые сейчас хорошие, зеленые, добротные, они уже состарятся и мы их удалим. Будет голый стволик до первой, до вот этой кисти. До вот этой все. Дальше будем так же. Новые кисти образуются, новые листья вырастают. Старые удаляем. Вот по принципу взаимозаменяемости, новые выросли, значит нижние можно обрезать. Появилось много новых листьев, внизу можем все убрать. Все, вот этот краткий видеоролик, я вам постаралась еще раз объяснить, по какому принципу мы удаляем листья. Каждый решает сам, как он удаляет. Некоторые до конца оголяют, некоторые только 3-4 листа убирают. Все остальное, пышная растительность остается. Никаких сильно точных инструкций, вот прям таких, которые нельзя нарушать. Но по этому вопросу нет. Огород это поле для вашей фантазии. Каждый выбирает свой способ. Кто-то голенькими томаты выращивает, кто-то все листья оставляет, только нижние до первой кисти убирает. Я убираю те, которые, я вижу, что они уже приходят в негодность. Ну, такие несвежие, уже такие, как пожелтевшие, может быть, постаревшие. Оставляю только вот свежие, ярко-зеленые, в которых хорошо видно, что там происходит процесс фотосинтеза. Там вот этот вот образуется все, что им нужно. Они же принимают через листья и солнце, и питание, и все. Которые воспринимают подкормки листовые. А старые, уже вот такие, как побитые, какие-то обшарпанные листья нам не нужны. Все. Заходите ко мне на страницу. Ольга Чернова, 56 лет, город Биискалтайский край. Все видеоматериалы, все мои заметки о овощах, о цветах вы сможете там прочитать. Будем вместе добиваться хороших результатов в огороде, чтобы летний сезон был потрачен не зря. До свидания.